Важность выбора сорта является одним из практических основ заделки будущего рожая. Поэтому передаю слово нашему второму эксперту Дарья. Прошу вас. Добрый день, коллеги. Меня зовут Краткова Дарья Владимировна. Я работаю в компании «Артель» и по долгу своей службы через мои руки проходит большое количество сортов, в том числе озимой пшеницы. Мы семеноводы, и, в общем-то, цель наша такова, чтобы отобрать те сорта, которые будут пользоваться большой популярностью в регионе, ну а, соответственно, они должны быть высокоурожайными, адаптивными, с хорошим качеством, в общем, отвечать по большей части всем требованиям, которые агрария выдвигают к сорту или гибриду, к любому растению. И именно поэтому у нас на глазах, в общем-то, есть возможность оценить в равных условиях большую линейку сортов. Мы сегодня будем говорить про зимую пшеницу. И когда мы видим, что происходят какие-то экстремальные условия, мы обязательно эти вещи для себя помечаем, потому что у нас есть цель, как следует отобрать именно те сорта, которые для нашего региона будут максимально интересны. Соответственно, как раз перезимовка, в том числе, о чем, собственно, сегодня и основная тема нашего разговора, она долго не поддавалась нашей оценке. Почему? Потому что в течение нескольких последних лет зима была очень такая легкая, простая. Для зимки она щелкалась, как орешки, и, в общем-то, не представляла вообще никаких проблем. И мы видели, что вот у нас, например, мы являемся базовым хозяйством для государственного сорта участка, и мы видим, что на сорта участке перезимовка была отличная. И, говоря о том, что сорт прошел два года испытания и районирован в регионе, мы понимали, что, в общем-то, испытания именно по стрессовым условиям перезимовки сорта, в общем-то, серьезных и не видели, этих условий, в течение последних лет. И вот эта зима расставила все точки над «и» и позволила нам многие вещи оценить. Но хотелось бы сначала остановиться на небольшой... вспомнить, значит, вспомнить, чем, собственно говоря, о чем мы говорим, о морозостойкости или о зимостойкости. Это два совершенно различных понятия, которые очень часто путаются. Значит, что мы говорим, что мы подразумеваем, когда говорим про морозостойкость? Это, в общем-то, способность сорта противостоять как раз низким отрицательным температурам. Краснодарский институт, например, имеет возможность промораживать семена сортов, и они видят, какие из них действительно очень... ну, не проходит это испытание, и у них есть возможность реально отсечь для себя определенный пласт каких-то линий или сортов, которые не устойчивы к этому признаку. В системе государственного сорта испытаний проверка на морозостойкость в том числе, да, она вот как раз в Краснодарском институте и проходит у всех сортов, которые в государственном сорте испытании, и там, в общем-то, этот параметр наблюдается. Но в нашем регионе, я сейчас говорю про Курскую область, основной проблемой является не противостояние низким температурам без заснеженного покрова, да. У нас как раз проблема в зимостойкости. Что такое зимостойкость? Зимостойкость – это как раз вот комплекс всех факторов осень, зима и весна. То есть это как раз то, что мы увидели в этом году. Когда у нас вот один из факторов, который был решающим по этому году, это как раз наличие единой корки, которая подпортила основную часть озимы пшеницы в нашем регионе. Вот, собственно говоря, это такая преамбула, да, от чего мы стартуем, когда говорим о том, перезимует или не перезимует тот или иной сорт. Сейчас мы немножко подробнее эти вещи разберем. Значит, очень часто у агрономов есть желание осенью, при уходе пшеницы в зиму, отследить такой простой показатель, который легко, в общем-то, посмотреть – это наличие сахарок. Мы все из учебников физиологии знаем, что очень легко там отрезать узел кущения, отжать сок и на рефрактометре, значит, посмотреть сахар. И простой доступный метод, которым пользуются и все. Ну, мы тоже как все, значит, у нас, тем более, сами понимаете, там по 20 сортов линейка, мы выходили, отрезали, измеряли и пытались строить какие-то, значит, выводы на входе в зиму по сорта. И вот на основании этих данных мы, значит, смотрели вот в прошлом году, результаты были совершенно разные. Значит, надо сказать, что специфика региона нашего такого, что у нас нет своего селекционного центра по зимой пшенице серьезного. Мы пользуемся плодами, значит, селекционного центра Краснодара, Ростова и Немчиновки по большей части. Поэтому вот такой у нас серьезный микс сортов. Ну и, собственно говоря, мы, когда посмотрели вот эти данные по сахарам, подумали, ага, как-то необычно. Думали, что московские, они как-то более такие морозостойкие должны быть, там условия более суровые, сахаров должны накапливать больше. Но, в общем-то, картинка совершенно не отображала наше представление о том, как оно, в общем-то, должно было бы быть. То есть здесь как бы проверить досконально, как это сделать на уходе в зиму, ну, в общем-то, эта картинка не отображает реальность. Надо сказать, что мы проверили эти данные и при выходе с зимы. То есть, естественно, большое количество работ по устойчивости азимы пшеницы к переходу через зиму, да, они связаны с тем, что важно не то, сколько сахаров накопил сорт, но и то, как экономно расходовал их этот сорт в течение зимы, как он дышал, как вообще, какие были, ну, как реагировал на те внешние факторы, которые на него накладывались. Лежал ли он под сугробом снега или был распластан абсолютно без снежного покрова. То есть вот такие вещи, они все как раз физиологически отыгрываются, вот в том числе и употреблением сахаров. Надо сказать, что картинка, которую мы увидели при выходе с зимы, она тоже, они все были в районе 3,5%. Все сорта, они приблизительно вышли на один и тот же уровень. То есть вот этот показатель в нашем регионе, он был, ну, скажем так, для оценки устойчивости азимы пшеницы, он как-то несколько странен, да. То есть мы вот этим инструментом в нашей зоне для характеристики пользоваться не можем. Что еще мы могли бы посмотреть, да? Значит, что... Но наступила эта зима, когда мы увидели, что образовалась, значит, вот эта снежная корка, ледяная корка. И здесь в первую очередь, на первую линию вышел тот фактор, как насколько сорт был в состоянии, во-первых, противостоять этой ледяной корке, а во-вторых, как он был в состоянии отыграть весной за счет кущения, за счет быстрого отрастания, за счет быстрого употребления азота, влаги и так далее, как он сможет закрыть эти дыры и позволить сформировать хороший урожай. У нас в хозяйстве, в общем-то, активно мы используем дроны, и у нас была возможность при выходе с перезимовки сфотографировать, на котором у нас располагается большое количество сортов азимы пшеницы. И мы таким образом вот увидели вот такую картинку, подписали ее. На самом деле мы во всяких спектрах, но тут, чтобы людей с понтолику не сбивать, покажу, как это было действительно в натуре, значит, с естественным окрасом цветов. И здесь, в общем-то, видно, что сорта между собой действительно серьезно различались по перезимовке, вне зависимости от того, какой селепцентр является оригинатором этого сорта. Мы видим, что те же самые краснодарцы, они, в общем-то, вели себя тоже очень сильно по-разному. Ну и, соответственно, дальше включилась следующая логика по перезимовке. У азимой пшеницы есть две стратегии по формированию урожая. Ну, две основных, которые влияют именно на тот итог, который мы получим во время уборки. Это сорта те, которые сформируют большое количество стеблей, кустистые сорта и сформируют несколько колосьев. И те, которые сформируют там один колось, но большой, с большим количеством зерна. И вот здесь включился следующий фактор, который тоже не следует недооценивать – кущение. В нашей зоне мы всегда считаем, что наше кущение основное осеннее. На него должно приходиться там порядка 70-80% доли этого кущения. На весеннее кущение мы никогда не рассчитывали. Но две последние весны позволили нам посмотреть потенциал этих сортов именно весной. Потому что период у нас обычно как? У нас обычно весной очень быстро наступает жаркая погода. Период кущения заканчивается при переходе через порог 10 градусов. Соответственно, сразу начинается выход в трубку, и уже кущение закончилось. Именно по погодным условиям. И тут мы посмотрели вообще потенциал сортов. У нас раньше не было такой возможности это увидеть, потому что весна была короткая именно такая. А здесь мы посмотрели вообще, насколько это возможно. И мы когда увидели там по 10 стеблей на Алексеича, ну, несколько раз пересчитывали эти делянки, потому что действительно это нестандартно. В нашей зоне 2, но 2,5 коэффициента кущения у пшеницы. Это среднестатистическое из года в год по всем сортам. И надо сказать, что этот коэффициент кущения, он ранее по сортам, мы не видели различия между ними. Погодные факторы так складываются, что именно влага и соотношение влага и температуры, они лимитируют кущение и не дают сорту развиться вот с максимальным тем потенциалом, который в нем заложен. Но, например, в Краснодарском крае, где вот этот период, на период кущения приходится более длительное, что с осени, что с весны, здесь, получается, у этих сортов есть возможность вот этот потенциал развить. Но в нашей зоне обычно это все ограничивается короткой весной, короткой осенью. И вот сколько успели они накуститься, столько они в 2,5 коэффициента кущения уходят. Ну и вот получается, что в эту весну, когда мы увидели вот эти огромные проплешины и плохую перезимовку по многим сортам, мы предполагали, что кущение весеннее пройдет и выигрыш будет у тех сортов, которые как раз в этом кущении и преуспели. А обычно в нашей зоне преуспевает это Алексеевич преуспевает, Гром преуспевает, у нас Тимирязевка 150-е. А крупноколосые же, которые наоборот берут большим колосом, но одним, например, как Субербаш, мы думали, что они будут в аутсайдерах. Но, как показала сейчас вот уборка, первая информация по уборке, здесь оказалось все не так просто. Что? Вот я сейчас просто накидываю те факторы перезимовки, которые, собственно говоря, закрутили такой серьезный клубок моментов, на которые мы ранее не обращали внимания, благодаря вот именно этой зиме они все очень серьезно вскрылись. Ну и, собственно говоря, хотелось бы обратиться, сейчас секундочку, вот к такому моменту. У нас, как у всех порядочных аграриев, есть своя метеостанция. Естественно, мы периодически заглядываем, пытаемся строить какую-то аналитику. И если раньше эта аналитика всегда касалась у нас основной нашей культуры кукуруза, и там мы строили всякие графики, как-то пшеницы мы особо не обращали внимания до этого года. А в этом году решили посмотреть вообще, какова у нас динамика изменения погодных условий, чтобы как-то спрогнозировать, какие годы нам дадут возможность получить хороший урожай пшеницы, а где, в чем причина, почему пшеница проседает. И что мы для себя обнаружили? Мы для себя обнаружили, что у нас очень низкий уровень осадков в сентябре месяце, в момент, когда происходят всходы, появляются всходы озимой пшеницы. И очень часто у нас случается такая ситуация, случается, что семена посеяны, они долго лежат до всхода. В прошлом году мы всходы получили в конце октября месяца, то есть до первого дождя серьезного. И, соответственно, надо сказать, что у нас есть опыты, делянки, на которых мы по определенным причинам вынуждены сеять озимую пшеницу непротравленными семенами, без фунгицидов, без инсектицидов. И вот плюсом ко всем этим ледяным коркам и вот этой вот всей мешанине, которая была этой зимой, у нас еще добавился тот фактор, мы смогли посмотреть, чем чревата история с непротравленными семенами. У нас в этом году на этих непротравленных делянках было серьезное выпадение по шведской мухе, например. То есть те семена, которые были протравлены, там все было замечательно. Здесь же у нас еще помимо вот этой теплой, сухой осени и всех зимних факторов, включились еще и вредители. Так вот, исходя из этого графика, мы видим, что у нас складывается. Сухая осень, зима, которые были возможности большие по выпадению и по морозостойкости, и по зимостойкости, в частности ледяная корка. Плюс была весна, которая нас спасла за счет длительного периода, когда пшеница смогла еще докуститься. И тогда мы построили вот в себе теостанции вот такой график. Мы взяли суммарные осадки по июню месяцу за разные года. Вот у нас есть делянки, которые находятся на одном поле. Мы взяли несколько сортов, которые в течение нескольких лет выращивались на этом поле и соотнесли их урожайность с графиком, который был по осадкам в июне месяце. Но мы разные месяца смотрели, искали ключевой месяц. И вот обратите внимание, что форма графика осадков, она полностью совпадает с формой урожайности по сортам. Причем сорта разные. Что львовская четвертая – это наш местный сорт, что громкраснодарский сорт, что московская сорковая – это сорт немчиновский. И мы видим, что графики друг друга повторяют. То есть вклад именно июньских осадков, он напрямую корректирует в итоге урожайность сорта, который мы получаем на выходе уже в бункере. Вот все это озвучено. Оно к чему? Оно к тому, что предсказать в сентябре месяце, как пойдет зима и какой будет выигрышный сорт. Вот крупноколосый ли, кустящийся ли, будет он хорошо накапливать сахара, или будет морозостоек на корню, ну то есть на узле кущения, да, мы не можем. И все, что мы можем сделать, это сложить в хозяйстве 2, 3, 4 абсолютно разных сорта, сорта с разной логикой. И уже давно применяется в Краснодарском институте, Людмила Андреевна Беспалова говорит о том, что необходимо иметь все-таки мозаику сортов. Это наша страховка от тех рисков, которые у нас возникают, они возникают на каждом шагу, и предсказать их абсолютно невозможно. И вот за счет того, что в одной линейке у людей там Громгомер или Алексеевич, у них там Сабербаш Юка, у них там Безостая, они там собрали себе в кучу, кто-то начинает там с ростовских сортов, заканчивает московским, если позволяет этот регион, да, то это максимально разносит риски. И, в общем-то, готовясь сегодня к выступлению, я попыталась как-то сформулировать итог, да, на что нужно обратить внимание, когда вы в итоге выбираете сорт. Наша система государственного сорта испытаний по зимой пшенице на раз отсевает сорта, которые плохо зимуют. Вот если сорт не районирован в регионе, это такой большой звонок, большой колокол о том, что с ним возможно что-то не так. И мы неоднократно, вот люди, которые интересуются и приезжают там к нам на Днепуле, на различные мероприятия, ходят по делянкам, это прямо вот видно, зимует он или не зимует он этот сорт. Очень часто есть соблазн попробовать какой-то сорт, который классно показал себя в другом регионе. И привозят, и какие-то площади засевают, и потом кусают локти. Да, есть прецеденты, когда сорта уже выращиваются на определенной территории и потом уже районируются по просьбе производственников, но их это скорее исключение. А часто бывает так, что сосед расхвалил сорт, унесенный в кармане с какого-то института, да, и говорил, что клевый сорт, но почему-то вот не пошла по ему районированию, по каким-то причинам, да. Заговор масонов там, я не знаю, что угодно, да. Вот попробую, ну действительно, он у меня здорово дает. Там вот такой колос, там вот прям красота неописуемая. А по факту он просто не зимует. И прецедентов вот в нашем регионе море. И вот тут как бы опасность очень большая. И сто раз подумайте, надо такие эксперименты ставить или не нужно. Значит, районированные сорта раз, они должны быть разные. Нельзя ставить на один сорт, это два. Нельзя брать одного типажа, два сорта на все хозяйство. Вот не стоит там Алексеевич с Громом только на них, на два опираться. Это вот стандартная ситуация. По нашему региону мы с этим сталкиваемся постоянно. И самое главное, что я думаю, что сейчас еще об этом дальше расскажут, все-таки соблюдение норм высева. На перезимовку влияет существенно. И если в этом году мы видим, что ничего не всходит, и скорее всего выиграет нормы там высокие высева, да, там 5 миллионов, 6 миллионов. У нас Орловская область очень часто, я слышу, что есть фермеры, которые вот прям 6 миллионов, да не только Орловская, по округе тут есть такие нормы. Вот. Действительно, люди не в состоянии потом со всем этим добром справиться. Это либо полегает, либо болеет, либо... То есть вот эта перестраховка, она излишняя. Есть рекомендованные нормы по зонам. Они отыграны, отработаны годами еще с советских времен, и научно-исследовательские институты очень внятно посчитали ее. Не только опытами, они ее посчитали и через осадки, и через много-много-много факторов программирования урожайности. На эти нормы надо опираться. Наша зона от 4 до 5 миллионов, и все. И не надо лезть выше. Даже если вам кажется, что осень у нас сейчас сухая, и 5 миллионов, а надо побольше 6, потому что не раскуститься. Вот стабильно мы видим, что вот эта норма выше 5 миллионов, она в итоге проигрывает. Еще, значит, момент, на который, обращаю ваше внимание, у нас, например, раньше такого не было, а сейчас тенденция такая есть. В зоне идет виноносное шествие кукурузы. И предшественников подозимую пшеницу становится все меньше и меньше, и люди начинают сеять пшеницу по кукурузе. Если в Краснодаре история с фузариозом, да, она, это их нормальное состояние, то для нас это нам, скорее всего, грозит. То есть мы все равно отмечаем периодически историю с точечно, где-то потихонечку, но это начинает наклевываться и у нас. И вот мы для себя, как семеноводы, да, и люди, у которых там кукуруза стремится к 70% площадей, мы понимаем, что нам нужны сорта с устойчивостью к фузариозу. И мы для себя именно такие сорта и ищем. И мы, например, для себя вот от Редины, Краснодар в нашу зону районировал два сорта классика и стиль 18. Они устойчивы. И их рекомендуют выращивать по кукурузе. И это важно, подобрать сорт по предшественнику. Это решается вот сейчас, вот в этот момент, когда мы принимаем решение, какой сорт купить. Надо знать, где мы его собираемся сеять. Так что это еще один фактор. Ну и, в общем-то, протравливать вот сколько, сколько, 7-7 лет мы уже закладываем без протравки опыты. И все время у нас, каждый год, какая-то эпопея на этих делянках происходит. Этот риск, ну это уже правило хорошего тона, фунгицид в нашей зоне, да, при протравке. Но инсектицид, это тоже становится уже хорошим тоном, потому что в этом году выпадения именно на ряде сортов были из-за отсутствия инсектицидного протравителя именно по АШ-ветке, который мы увидели в этом году. В общем, вот такое резюме у меня получилось. Спасибо, Дарья. Ну я сразу поправлю, как это. Не протравливать все-таки, а защищать. Защищать. Да, семена. Это две разные вещи, да, травить и защищать. Спасибо. 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 Продолжение следует...